Привет всем, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Ниром. Сейчас у нас будет обзор на материнскую плату от компании Masai. Это Masai X570A PRO. Сейчас мы поговорим о том, стоит ли покупать эту материнскую плату, не стоит ли, вообще хорошая она или нет. В общем, начинаем обзор. Дорогие мои подписчики, перед началом просмотра я вас хочу немножко отвлечь. Скоро у меня на канале будет благотворительная сборка для моего подписчика. Я помогу мальчику с Крымом. В общем, я буду делать благотворительную сборку на базе вот такого серверного процессора. Это 2689, который я урвал буквально за 3000 рублей с копейками. Сейчас данный процессор подорожал и стоит куда дороже, чем стоил тогда. И в этой сборке у нас будет использоваться вот такая карточка за 6000 рублей. Это тоже как бы бу карта 480 на 4 гигабайта DDR5. То есть это будет вот такая недорогая сборка за 20000 рублей, которая будет тянуть по сути все современные игры на высоких либо на средних настройках. В общем, скоро ждите. Кстати, ребята, если вы хотите сейчас сэкономить и тоже собрать какую-нибудь такую бюджетную сборку на таком процессоре, на таком видеокарте, то знаете, скоро сейчас на Алиэкспресс будет распродажа, осталось буквально пару дней. И если вы хотите умно использовать ваши средства, то предлагаю вам зарегистрироваться в сервисе Letyshops. Letyshops – это сервис кэшбэков, который позволит вам сэкономить ваши деньги. В общем, вы там регистрируетесь, скачиваете их расширение, которое поможет вам просматривать рейтинг продавцов, динамику цен. Хочу напомнить, что это сервис кэшбэков, а значит, вы сможете сэкономить ваши деньги. Сейчас денег вам вернется в виде кэшбэков. Кэшбэки – это, по сути, не какие-то виртуальные бонусы, а это реальные деньги, которые вы сможете потом вывести на вашу банковскую карточку, в электронный счет или еще на что-то. В общем, если вы хотите сэкономить, регистрируйтесь в Letyshops, скачивайте это расширение и экономьте. А мы приступаем к ролику. Ну что, ребята, данная материнская плата у нас бралась для очередной сборки для подписчика. Она, скажем так, довольно-таки неплохая. У нее 10 линий питания и 6 фаз. То есть, схема питания сделана по схеме 4 плюс 2. Плюс она хороша тем, что все фазы на этой материнской плате усилены. То есть, по сути, VRAM на этой плате очень-очень достойный, очень хороший и сильно не греется. Я провел ряд тестов с этой материнской платой и ни разу температуры не превысили норму. Меня вообще радует X570 линейка в этом плане, потому что все материнские платы, которые я лично тестировал на данный момент, все они особо не перегреваются. То есть, температура везде более-менее хорошая. То есть, X570 платы по сравнению с прошлыми платами 470 и 370 очень сильно доработали и они стали прям вообще замечательными. Ладно, теперь давайте рассмотрим эту материнскую плату чуть ближе. Она имеет формат от X, питается двумя проводами. Один провод на 8 пин, а второй провод на 4 пин. Опять же повторяю, что тут 10 линь питания, 4 плюс 2 схема питания. Контроллер тут Infineon 35201. В верхнем плече у нас стоят MOSFET на 46А, 4C029N. Они усилены за счет AR3598. В нижнем плече тут стоят MOSFET 4C024N на 78А. Они тоже усилены за счет AR3598. Данная материнская плата имеет 4 слота памяти. Максимальная частота оперативной памяти, которую она поддерживает, это 4400. Максимальный объем, который она поддерживает, это 128 ГБ. Ну, как я уже говорил ранее, если вы хотите добиться высоких частот на оперативной памяти и хорошей латентности, то берите комплекты на 16 либо на 32 ГБ. Брать для компьютерных игр 64 ГБ оперативной памяти не особо рационально. Потому что чем больше у вас будет объем, тем сложнее его будет разогнать. Это надо учитывать, ребята. Поэтому не гонитесь за объемом памяти, гонитесь за частотой, низкими таймингами и хорошей латентностью. Не обязательно брать память прям супер какую-то дорогую, супер крутую. То есть достаточно взять какую-нибудь память на чипах EDIO, которая в принципе сейчас хорошо гонится на Ryzen, либо на чипах BD от Samsung, которые тоже эти чипы очень хорошо гонятся на Ryzen. То есть там можно брать частоты 3600 и при этом на этой частоте ставить какие-то низкие тайминги. Допустим 14 и у вас вследствие этого, ребята, будет очень-очень хорошая латентность. Да, конечно, 14 тайминги при 3600 не каждый из вас выставить сможет, потому что это очень тяжело. Но это будет самый оптимальный вариант для новых вот этих Ryzen. Гнаться за супер какой-то частотой большой вам не стоит. Также хочу заметить, что у данной материнской платы на первый взгляд как будто кажется, что тут маленькие радиаторы, но на самом деле они в принципе достаточно нормальные. Со своей задачей они справляются. Опять же повторяю, VRM тут не греется. Теперь давайте поговорим обо всем остальном. Тут у нас имеется два слота M.2 на данной материнской плате. Форм-факторы, которые поддерживаются, это 22110, 2280, 2260, 2242. За звук тут отвечает Realtek LK1220. То есть данная материнская плата поддерживает 7,1 звук. Количество USB на задней панели тут у нас следующее. Тут у нас есть один USB 3.2 Gen2 Type-A, тут один USB 3.2 Type-C, четыре USB 3.2 обычных и два USB 2.0. По поводу PCI-Express слотов, тут у нас имеется два слота X16 и три слота X1. То есть в принципе данная материнская плата может спокойно использоваться, ребят, для майнинга. Потому что 5 слотов этого достаточно. Но как по мне, ребят, если вы берете данную материнскую плату для майнинга, что-то у вас немножко не в порядке. Потому что столь дорогую материнскую плату брать для этого не столь иррационально. То есть можно найти какие-то более бюджетные варианты и спокойно их использовать. По поводу вентилятора, который тут стоит на этой материнской плате, хочу сказать, что внешне он кажется таким хлюпленьким, маленьким, слабеньким. Но на самом деле с ним все нормально. То есть я когда тестировал эту материнскую плату, я не заметил, что он сильно там шумит. Звуков никаких страшных не было. Ну, вроде с ним все в порядке. Но также если почитать отзывы о данной материнской плате на иностранных разных сайтах, то вроде ни у кого пока сильных нареканий по этой плате не было. По поводу биоса на данной материнской плате. Тут все тоже очень нормально. Я потестировал его. Все тут великолепно. Память гонится хорошо. Все настройки выставляются четко. То есть нареканий тоже по биосу никаких нет. Работает он хорошо. В общем, ребят, данную материнскую плату я к покупке рекомендую. Плата, в принципе, неплохая. Если вы, скажем так, располагаете деньгами, можете ее купить, то покупайте смело. Если вам это видео понравилось, то обязательно ставим вот такой большой лайк. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. Если вы хотите помочь моему каналу в развитии, то можете сделать куда-нибудь репосты. Вконтакт, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Когда вы делаете репосты, вы очень сильно помогаете продвигать мои видео в похожее рекомендованное и так далее. За это вам отдельное спасибо. Ну что там, ребята, до новых встреч, не пропадайте. Пока всем.